Информационный стенд спид-центра встречает посетителей прямо перед входом на выставку медицины и здоровья. Словно напоминая, что есть в обществе вещи, о которых говорить почему-то не принято и даже стыдно. А между тем они существуют и вольготно себя чувствуют там, где о них предпочитают молчать. Речь о ВИЧ-инфекции. Ивановский регион – второй по числу выявляемых случаев заражения спидом в ЦФО. В 2017 году количество зарегистрированных перешагнуло порог в 9 тысяч человек. Это в 2-3 раза больше, чем у соседей – Костромы, Ярославля, Владимира. На уровне государства утверждена стратегия противодействия ВИЧ-инфекции до 2020 года. В 2017 к ней разработан комплексный план мероприятий. Простым языком можно сказать так. Широчайший охват населения, тестирование на ВИЧ-инфекцию, раннее выявление этого заболевания, создать условия для того, чтобы люди с положительным диагнозом дошли до нашего центра, встали на диспансерный учет и как можно более ранее взятие на антиретровирусную терапию, то есть на лечение. На выставке «Медицина и здоровье» у специалистов спидцентра можно было получить консультацию по всем вопросам, касающимся лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Для посетителей были подготовлены раздаточные материалы. Кроме того, при участии благотворительных фондов «Содействие» и «Дом надежды» удалось организовать бесплатное тестирование на спид по слюне. Оказывается, чтобы узнать свой ВИЧ-статус достаточно 15-20 минут. Мы проводим по щеке, по слюне, то есть вставляем и через 10 минут уже готов результат. То есть если одна полоса, то результат отрицательный, если две полоски, то результат положительный. И надо обратиться в центр. Это современная система тестирования со стопроцентным результатом, рассказывают специалисты. Теперь узнать о своем здоровье можно самостоятельно в домашних условиях. Порядка 100 человек у нас прошло тестирование. Мы рады тому, что в данный день и в данном количестве ни одного положительного результата не было. Наше тестирование прошло очень успешно. Родниковская ЦРБ – одна из немногих в регионе, кто давно и плодотворно сотрудничает со спидцентром. Приглашают к себе специалистов из Иваново, устраивают встречи со школьниками, учащимися колледжей и работающей молодежью. С 2006 года врачи-специалисты выезжают к нам. То есть они читают беседы, проводят мастер-классы. С помощью нашей ЦРБ площадки предоставляется. То есть планируем и план составляем с главным врачом нашей обуз ЦРБ. И площадок у нас бывает до 12 в течение дня. Еще одна ключевая задача не только специалистов спидцентра, но и всего общества – не допустить передачи инфекции следующим поколениям. В Ивановской области ежегодно около 200 беременных имеют ВИЧ-положительный статус. При грамотном подходе в большинстве случаев на свет появляются абсолютно здоровые дети. Беременная женщина должна обязательно сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Если раньше мы говорили, может быть, об одном-двух анализах, то сейчас в Российской Федерации у нас принято такое очень важное пожелание, чтобы женщина беременная делала анализы третий раз в конце беременности. Для того, чтобы она окончательно быть уверена в ее диагнозе. Стоит помнить, положительный ВИЧ-статус – это не приговор. При своевременном обращении в спеццентр и серьезном подходе к лечению качество жизни ничуть не страдает. Диагноз не влияет ни на трудоспособность, ни на продолжительность самой жизни. ВИЧ-инфицированный может завести полноценную семью и родить здоровых детей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.